Первая будет гостиница «Домит», затем гостиница «Нептун», «Американ» и «Айтин Саламон». А «Астрал Виллич» ещё есть, «Астрал Виллич». Это рядом с «Американом». Ну и здесь тоже есть у нас пограничный пост. Опять же, по причине того, что мы находимся с вами, можно сказать, на границе совсем рядом. Вот и Ордане у нас буквально вот слева, расстояние вытянутой руки. Вывод сегодня может добраться не только по земле, но и по воздуху. Сюда летают самолёты. Кстати, когда только у кого-то дошло, он в 1950-м году. Дороги это ещё не было. Вообще почти не было дорог. Поэтому первое время мы заставляли слуховоз, грузы, людей, чтобы построить небольшой аэродром. А вот это есть только маленькие самолёты тех лет. И со временем этот аэродром, так, расширяли, несколько раз реконструировали. И всё время его собирались перенести куда-то подальше, за пределы городские. И собирались до сегодняшнего дня, скажем так. Ибо и сегодня аэропорт является частью города. Он находится прямо посредине. Вот набережная и крива, и начинается рождённо-посадочная полоса. Сюда это чистые сооружения, где обрабатываются стуки и баски. Так что такие бассейны и переходы поваренной соли. Здесь старейшее предприятие в городе. Завод по производству соли. Супаривают здесь соли, очищают, обрабатывают, отправляют. На большую землю. Залива Каба открывается впереди. И тактические писсарные, вот, в тёпкость, и применяют туда уже к гостиничным районам. Сегодня враг, можно сказать, это... Ну, флаги орданские даже видно. У них там самый здоровенный флаг в мире, по-моему. Вот они любят это дело. Вот, на флагштоке. Весь ввозил. Вот, принимает улица. Человек спущенный по какому слуху? Ну, я не знаю. Ну, вот у них там этот... Я даже, по-моему, где-то смотрю. Насчет самого здоровенного в мире флага. Ну, одна есть положительная деталь. Очень сухо, обычно всегда. Низкая влажность позволяет ящик не носить ворог. Но, друзья мои, это не означает, что пить не надо. Надо пить всё время. Забивайте об этом почаще. Вода — самое лучшее средство. Чтобы не хружилась голова, вот, отборные боли и прочих симптомов, как будто бы там, каких-то болезней. На самом деле, просто мало пьёте. На окраине, вот, вот, небольшая промышленная зона. Местного, скажем так, значения. В основном, Ивадцы заняты, конечно, в переобслуживании. И в порту большой порт. Спаситель, да, мы завтра увидим. Выше несколько терминалов. Ивады играют важную роль в нашей экономике. Это наши южные морские ворота. Идрая одна из них, но есть права, кстати, которая обладает выходом в продукт двум океаном. Через Средиземное море, Океан Классический. Через Ивадский залей, Красное море, Океан Кисти. Строгическое значение строительной церкви. Нашего государства. Мост слева, это территория Ивадского аэропорта. Здесь просадочная полоса. Сейчас тут будет аэропорта. Самолёты обычно заходят на просадку со стороны моря. Ну, как будет слышно сейчас, вот, гул самолётов взлетающих, садящихся. Но в субботу нет полётов, поэтому в субботу здесь тихо. Как бы вот, с завтрашнего вечера и полоса в субботу, то есть с холода с субботы, с вечера с субботы полётов в полёте. Аэропорт, собственно, как бы своеобразной осей является, которая делит город на две части. Так, условно, северная и южная. Слечевой половина, вот нижняя часть города, это районы гостиницы. Жилые дома, все тоже наверху, в расходах. Так, поскольку, это хорошо вот, видимо. Да, поднимается по сфорам Эйладский двор, так называют еще дворные массивные. В последние годы городские власти немало делают, чтобы город как бы облудородить и создать дополнительные какие-то, так сказать, развлечения здесь для времяпровождения условий, особенно в древние места, когда море не столь тёплое, не так жарко. Ну, вот это завтра всё мы с вами посмотрим во время нашего объезда утреннего. Первая группа у нас в гостинице Домит. У нас тут довольно много людей, как бы так, две основные точки. Значит, Маргонг, Решетниковы, Решетины, Шневецкие, Бойцинские, Буглицков. Это всё гостиница Эдомит. Пусть вас не пугает наш подъём. Гостиница стоит буквально трёх минутах от моря, просто нам удобнее так подъехать туда, чтобы быть уже, так сказать, с первой на одной линии и возвращаться назад. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добро пожаловать! Субтитры сделал DimaTorzok. Ужин и завтраки практически во всех отелях начинается в 7 часов, то есть в 7 вечера ужин, иногда даже в 6.30 в некоторых отелях. И завтра вторая самая в 7, 6, 2, 3, 4, 5. Ну, самое позже, в 7 начало всегда.